Здравствуйте! Вы слушаете «Что случилось?» Подкасты о новостях, которые долго остаются важными. Здесь я, Владислав Горин и Ксения Лученко, автор телеграм-канала «Православие и зомби». Привет! Привет! Тема наша «Украинская православная церковь». На этой неделе Верховная Рада Украины приняла закон о запрете деятельности в стране религиозных организаций, связанных с Россией. Я могу процитировать заметку с «Медузы». Закон, в первую очередь, касается деятельности Украинской православной церкви, УПЦ, ранее известной как УПЦ-МП, в смысле Московского патриархата. Предполагается, что закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования, но общинам УПЦ дается 9 месяцев для того, чтобы разорвать связи с РПЦ, Российской православной церковью. Вспомним давай с тобой предысторию и попробуем понять, как все это может быть устроено, учитывая законодательство Украины о религиозных организациях. Там, в отличие от России, крайне важны приходы, как базовые единицы организации жизневерующих, если угодно, как ячейка любого церковного сообщества. Не могла бы ты напомнить, как принимался закон вот этот и каким был фон? Хотя у нас и были про этот подкаст и тексты на «Медузе», я и про Киево-Печерскую лавру, и про другие силовые акции спецслужб Украины. Ну, во-первых, закон формально о запрете РПЦ, то есть Русской православной церкви. Собственно, в преамбуле к этому закону написано, что РПЦ является идеологическим продолжением режима государства-агрессора, соучастницей военных преступлений и преступлений против человечности, совершающихся от имени Российской Федерации и так далее. То есть, прежде всего, речь идет о запрете Русской православной церкви. И дальше начинаются вопросы, потому что, конечно, понятно, что этот запрет направлен на Украинскую православную церковь, которая, в общем, исторически была частью Русской православной церкви. Но прямо в законе про УПЦ ничего не говорится. Ну, теоретически с РПЦ могут быть связаны и любые другие организации. При этом этот закон будет подписан и сразу вступит в силу по закону. Но дается девятимесячный срок, на протяжении которого религиозные организации должны что-то сделать, что-то придумать, как-то отрегулировать эту ситуацию. И только через девять месяцев будут приниматься первые иски. Соответственно, дальше там судопроизводство, потому что сначала должна государственная служба этнополитики и свободы совести предоставит свою экспертизу о том, связана ли конкретная религиозная организация с РПЦ. И только потом там идет суд первой инстанции. Ну, то есть там, кажется, это выведено из юрисдикции судов местных. То есть это сразу начинается с суда в Киеве, но потом еще Верховный суд, в который может подать апелляцию. И потом, соответственно, ЕСПЧ, потому что Украина все-таки состоит в международных институтах, судах в частности. То есть, в принципе, я предполагаю, что даже если через девять месяцев начнется, что трудно себе представить какие-то массовые иски, то у них очень хорошая перспектива в ЕСПЧ, потому что этот закон довольно уязвим с точки зрения международного права, о чем сейчас все эксперты, в общем, в один голос и говорят, эксперты европейские. Но они предупреждали еще, когда этот закон, собственно, готовился, и когда были первые драфты, его там несколько раз переписывали. В общем, это какая-то многострадальная история, в которой сочетается очень много разных ластов. Потому что, с одной стороны, это действительно вот эта вся история украинского православия, которая очень болезненная, запутанная, в которой все стороны, скажем, мягко наделали каких-то ошибок, и которая привела вот к такой патовой ситуации, которую мы наблюдаем сейчас, и в которой находится украинское православие сейчас. Это первый какой-то такой слой, да, чисто церковный, что вот возникли эти несколько юрисдикций, потом они в 19-м году превратились все-таки в две основных юрисдикции, хотя там есть и другие. Но сейчас главное противостояние между УПЦ и ПЦУ, и УПЦ продолжает считать, что только она единственная каноническая церковь в Украине, а ПЦУ — это Раскольники. ПЦУ при этом утверждает, что она настоящая украинская церковь, и это церковь украинского народа, а это, значит, у нас промосковские, русские и так далее. При этом УПЦ приходов на начало войны было намного больше, чем УПЦУ. Сейчас там довольно много было переходов. Я вот последние цифры, честно говоря, не смотрела. Я слушала BBC, там есть сотрудники украинской службы BBC, которые пристально следят о ситуации внутри Украины. Мне кажется, они сказали, что примерно по 8 тысяч приходов сейчас, то есть как бы они сравнялись. Но это надо тоже проверять. Там сложности с подсчетами, разумеется, потому что часть территории оккупирована, епархии на оккупированных территориях тоже там есть разные стратегии поведения. Там были доказаны факты коллаборации, безусловно, со стороны клириков УПЦ, это факт. Но если мы в процентном соотношении, это количество коллаборантов и осужденных судом украинским за сотрудничество с Россией. И там есть обмененные в качестве военно-пленных. Вот был тоже недавно обмен. Россия обменяла украинских военно-пленных на нескольких священнослужителей. В общем, там есть разные сюжеты. Но в процентном соотношении это не так много. Ну, то есть это единицы, эти клирики УПЦ, которые действительно отвечают перед уголовным украинским судом за коллаборационизм. Это ясно. В некоторых случаях это тоже вызывает вопросы, потому что там есть, например, такой священник Николай Данилевич, который сейчас находится под следствием. Он был задержан. Его тоже подозревают в каком-то продвижении пророссийских нарративов. При этом его многие знают очень давно как не просто священник именно украинской православной церкви, украинца и так далее. Но у него брат воевал в Азовстале, защищал Азовсталь, был в числе пленных, его освободили. И отец Николай все время про это писал у себя в Телеграме. Но понятно, что действительно раньше он много работал просто по роду своей деятельности, потому что он занимался внешним церковным связям. Много работал с Москвой, поэтому, безусловно, у него были связи. В общем, непонятно, очень много запутных историй. Это вот такая церковная часть. Там есть еще часть политическая, потому что православная церковь Украины это во многом интересы Петра Порошенко. И Томас был получен в очень сильно политизированной ситуации в 2019 году. И там можно посмотреть даже видео, как это все происходило. Там Порошенко играл одну из главных ролей. И он продолжает продвигать это свое детище и зарабатывает на этом свои политические дивиденды. Я не очень хорошо разбираюсь в украинской политике сейчас, но в целом это так. И Зеленский в начале своего президентства, наоборот, он был довольно дистанцирован от всей религиозной проблематики. И при нем сначала украинская православная церковь даже почувствовала некоторое облегчение. Вот этого давления стало меньше. Но сейчас ситуация изменилась. Кроме того, международные институты довольно скептически относятся к этому новому закону, потому что он нарушает права человека, он противоречит основным принципам законодательства религии международного, свободе совести и, собственно, богословы, и юристы в области религии, в том числе украинцы. Например, есть такой эксперт-правозащитник Дмитро Вовк, он регулярно публикует анализ вот этой всей ситуации, он разбирает именно как юрист. То есть там очень много разных слоев. Кроме того, украинская православная церковь наняла в свои адвокаты Роберта Амстердама. Это американский крупный, серьезный адвокат, лоббист. В свое время защищал Михаила Ходорковского, например. Который, в общем, существенно повлиял на отношения среди американского истеблишмента на всей этой истории. И была даже такая странная версия, на мой взгляд, довольно странная, тем не менее, что принятие этого закона украинцы опасались, что это может повлиять в том числе на объем американской помощи. Потому что многие консервативные американские политики очень сильно насторожились по поводу этого закона, в том числе благодаря работе Роберта Амстердама, который недавно обращался к Зеленскому с открытым письмом. В общем, там продолжается работа. Но потом делегация Верховной Рады съездила в Америку и поняла, что, ну, конечно, это чрезмерное опасение, что все-таки настолько напрямую это не увязано. Поэтому этот закон, в общем, был принят. Но я просто это все так долго рассказываю, потому что очень много разных факторов сошлось. И тут довольно трудно разобраться, потому что мы еще даже не начали говорить о Русской Православной Церкви и их реакции на все на это. Не могла бы ты напомнить все-таки про февраль 2022 года, вот когда началось большое вторжение, и до наших дней как реагировала церковь, как порывала медленно СРПЦ во многом на словах и крайне осторожно это делала, и как на нее власти реагировали, в смысле на Украинскую Православную Церковь. Я боюсь, что многие забыли и про Киево-Печорскую лавру, и про другие эпизоды. Тут надо еще понимать, что мы все время говорим «церковь», подразумеваем, что это вот епископ, предстоятель, ну, в случае Украины, это митрополит, ануфрий, и какой-то высший вот епископат и священноначальный. Вообще-то церковь — это много-много людей. Это и миряне, без которых как бы никакой церкви быть не может, потому что священники сами для себя как бы не... Им, конечно, хочется так думать, что они просто великие сверхчеловеки, которые сами ради себя существуют. Но реально, конечно, это не так. Это очень много мирян, и УПЦ была крупнейшей конфессией в Украине, как ни крути, просто исторически так складывалось, что большая часть верующих украинцев принадлежала к Украинской православной церкви. И в этом была тоже некоторая проблема вот этого сосуществования церквей, потому что ПЦУ с 19-го года считалась как бы более официальной украинской церкви, но при этом УПЦ все-таки сохраняла численный перевес, довольно существенный по количеству приходов, по количеству священников. И это огромное количество людей, это миллионы украинцев. Украина в среднем более религиозная страна, чем Россия, например. То есть, ну, это можно посмотреть разные социологические исследования, и, собственно, украинский центр Разумкова, и, например, за 2016 год там данные, но тем не менее, Pew Research Center делал большой след нерелигиозности Европы, в частности, Восточной Европы, там тоже можно сравнить цифры. Украинцы более религиозны, чем россияне. Поэтому это миллионы верующих, которые принадлежали Украинской православной церкви, и значительная часть этих людей пошла воевать, пошла в терраборону, они защищали свою страну, они гибли и оставались при этом прихожанами Украинской православной церкви, и в страшном сне не могли себе представить, что они, оказывается, какие-то там пророссийские, продвигают идеологию русского мира, или что там им еще приписывали. И это одна сторона проблемы. Вторая сторона проблемы — это действительно поведение руководства епископата и некоторых священников. Но, с одной стороны, митрополит Ануфрий очень резко осудил войну, он призывал прекратить кровопролитие, и он полностью за Украину. Более того, там есть даже епископы, которые в 2014 году как-то, не то что колебались, но в целом они всегда были с симпатией к России, с тесными связями. И в 1922 году для них это было таким шоком, что они просто все эти связи порвали, и люди меняют свою точку зрения. И это, в общем, я не думаю, чтобы это была какая-то конъюнктура в ситуации, когда вокруг смерть и ужас. То есть, в общем, украинская православная церковь он масс, так сказать, была с украинским, со своим народом, то есть это часть этого народа. Но поведение, конечно, и тех, кто коллаборировал, и многих из тех, далеко не всех, кто был на оккупированных территориях, и, главное, нерешительность митрополита Ануфрия, такая какая-то двойственная позиция, хотя они там перестали поминать патриарх и так далее, она вызывала большие вопросы. Тогда они в мае 1922 года созвали собор свой и провозгласили, что они независимы от РПЦ, никаких связей с ней не имеют, и они самостоятельны. И очень важно, что они приняли новый устав, и в этом уставе никаких связей с РПЦ не говорится. Но исторически и канонически это довольно уязвимая позиция, тем не менее, потому что непонятно, вы независимы, а тогда какова ваша каноническая легитимность. А так как они всю свою идентичность строили на том, что поцелуют раскольники, а мы-то не такие, мы очень легитимные, очень каноничные, то им оказалось очень трудно, и до сих пор им очень трудно. Они не могут решиться на полный обрыв этих связей, потому что тогда они получаются ничем не лучше этих своих оппонентов. И это создает такую двойственную ситуацию. Потом, да, действительно, была эта история с Киево-Печерской лаврой. История заключалась в том, что расторгнут договор, и, в общем, украинскую паруслановую церковь попросили освободить помещение, но они так до конца оттуда не выехали. Там были какие-то молитвенные стояния, и все на свете. В общем, ситуация очень двойственная, непонятно, как из нее выходить, особенно учитывая, что здесь наслаивается вот это самосознание внутреннее церковное, церковное право, которое в православии довольно запутанно, и, в общем, давно пора проводить его апдейт, но никто этого не делает, потому что никто не может друг с другом договориться. И светское законодательство в условиях войны наложились все эти факторы, которые вот привели к этой запутанной ситуации. Кстати, к вопросу о Киево-Печерской лавре, в этом законе единственное, что они начнут делать сразу, и что включено прямо в текст закона, это то, что они имеют право, не ожидая никаких девяти месяцев, и до судебных решений расторгать договоры аренды памятников архитектуры и исторических памятников с теми юридическими лицами, которые там предположительно связаны с РПЦ. Поэтому я предполагаю, что ближайшее следствие этого всего будет то, что из исторических зданий будут выселять, расторгать эти договоры аренды, потому что в Украине там очень разная собственность, соответственно, разные юридические лица, все эти там приходы, монастыри, и разные обстоятельства возникновения этих храмовых зданий, да, там какие-то строились буквально новые, да, они в собственности этого юрлица, даже если его признают связанным с РПЦ, никто у них не может отнять это здание и лишить их возможности там молиться, просто они будут в другом статусе. Люди собрались и молятся, можно в квартире молиться, они в собственном здании. То есть это вот примерно так выглядит. Но памятники архитектуры, которые в аренде, попросят освободить. Я подозреваю, что это будет довольно массово, и, к сожалению, это может привести то есть сейчас этот закон, первое его следствие, такое как бы неправовое, это разрешение на насилие. Прецеденты уже были выселения общин Украинской Православной Церкви, особенно на Западе Украины. Каждый такой прецедент российская пропаганда берет и разгоняет до каких-то невероятных размеров. То есть вот эти видео с выселением общин, с насилием, они преподносятся как какие-то невероятные гонения, чуть ли не как вот лиде-клитяне. Ты сказала про двойственность положений и приводила эту формулировку из закона, принимая во внимание то, что РПЦ является идеологическим продолжением режима государства-агрессора соучастницей военных преступлений и преступлений против человечности, совершающихся от имени Российской Федерации и идеологии русского мира, деятельность Российской Православной Церкви в Украине запрещена. Все-таки вот про эту связь между УПЦ и РПЦ с февраля 2022 года. Что можно сказать? Насколько обоснована эта претензия украинского государства к тому, что мы называем УПЦ? Ну, смотрите, с точки зрения нейтрального взгляда, ну, нейтрального взгляда основана некоторым европейском правоприменении, скажем так. Они сами говорят, что они независимы. В Уставе любая связь убрана. Все точка. С какой стати им должны не доверять. Это одна сторона. С другой стороны, Русская Православная Церковь и Московская Патриархат делают вид, что ничего этого не произошло. С одной стороны, забирая у них епархии, например, Крымские епархии, они с 14-го года оставались в составе Украинской Православной Церкви. Только в 22-м Россия их забрала. Ну, и на оккупированных территориях там очень тоже разные схемы. Там какие-то епархии перерегистрируются по российскому законодательству, но формальные ЗУПЦ не выходят. То есть они юридически в России, а канонически в Украинской Православной Церкви. Непонятно, чьи они. Очень разные там всякие штуки, схемы такие непонятные. То есть хаос, он и есть хаос. Но Русская Православная Церковь продолжает в ее-то уставе. Украинская Церковь остается в ее составе. И митрополита Ануфри они там числили членом Священного Синода и не вычеркивали. Ну и так далее. То есть для Русской Православной Церкви, для Московской Патриархии, да, в том виде, в котором она сейчас существует, убрать из устава Украину и вообще ее как бы отпустить, да, хоть в каком-то виде, для них это немыслимо. То есть это какой-то полный переворот сознания и самосознание, и самоидентичность, и такое тяжелое поражение, не знаю, но они не могут этого сделать, да, просто это часть потери, собственно, себя. Я уж не говорю про то, что когда выбирали Патриарха Кирилла, если бы не украинский пископат, который составлял значительную часть тех, кто голосовал, то неизвестно, кого бы выбрали. То есть его легитимность, Патриарха Кирилла, как смерть видится, и она находится в Украине. Поэтому он как бы формально будет за нее держаться до последнего. И вот получается, что украинская православная церковь в такой ситуации какого-то недоверия со всех сторон. То есть они говорят, мы не в РПЦ, а им говорят, да нет, РПЦ же вас считает, что вы ее частью, вот значит, у вас связи. При этом там еще есть исторические аргументы, кто кому там, когда давал эту независимость, грамота, Патриарха Алексея, на нее якобы там нельзя ссылаться с точки зрения украинского законодательства. Но церковь должна откуда-то исчислять эту свою независимость, легитимность, какие-то родственные генетические связи. Поэтому они боятся однозначно порвать с Москвой не потому, что они хотят связи с российским государством и даже с РПЦ, а потому, что они боятся сказаться раскольниками сами с какой-то плавающей каноничностью. Поэтому вот сейчас, сегодня конкретно в Киев приехала, там есть еще одна интрига, делегация Вселенского Патриархата. И мы не знаем, что они приехали там регулировать, о чем договариваться. Утечки очень разные, просто их трудно верифицировать. Но одна из этих утечек, например, это слух. У меня нет никаких данных, которые бы это подтверждали, но тем не менее, что вроде как они хотят еще дополнительно какой-то экзархат Константинопольского Патриархата организовать в Украине, чтобы это была легитимной с точки зрения мирового православия структуры. Видимо, они хотят предложить Украинской Православной Церкви такой вариант легитимности, потому что ни о каком объединении с ПЦУ пока речь идти не может. Много случаев, когда вот такой второй экзархат образуется, это насколько распространенная практика, потому что звучит как-то непривычно и слишком оригинально. Знаете, в этой ситуации все слишком непривычно и оригинально. Нет, конечно, это не распространенная практика, но сейчас вообще так все запуталось в связи с этим противостоянием Москвы с Константинополем, которое возникло из-за непомерных амбиций прежде всего Москвы, хотя в какие-то исторические периоды Константинополя тоже. И, собственно, из-за вот ровно того, что совершенно справедливо написано в этой преамбуле к украинскому закону, того, что РПЦ стала просто частью путинского режима совсем откровенно, да, и, соответственно, эти церкви оказались по разные стороны большой войны, что ситуация довольно-таки экзотическая. Я небольшой специалист в древней истории, вообще в истории церкви вот такой подробный, да, это надо спрашивать историков. Разные бывали прецеденты, можно найти в церковной истории чего угодно. Но вот такой хитрой конфигурации не бывало давно, как минимум. То есть это совсем не распространенный случай. Ну, параллельные юрисдикции существовали, да, вот в Эстонии, например, с 96-го года были общины Эстонской православной церкви Московского патриархата и были общины экзорхата Константинополя, который был создан в 96-м году и претендовал на то, что именно он преемник независимой Эстонской церкви, которая была в межвоенный период независимой Эстонии. Москва это все оспаривала, это был первый случай, когда произошел на какое-то время разрыв отношений Москвы и Константинополя, потому что тогда еще патриарх Алексий, в общем, очень сильно напрягся, когда это все произошло. Но все это происходило из-за того, что исторический РПЦ пытался сохранить себя в границах Советского Союза. То есть в разных странах государства СССР нет, а церковь его живет. Такая была история. Сейчас в Эстонии, опять же, это все активизировалось, потому что, в принципе, большинство эстонских православных принадлежали к эстонской православной церкви Московского Патриархата, потому что, ну, как правило, это были эстонские русские. Но не только. И Константинопольский экзархат, он был довольно малочисленный. Там были священники эстонцы, и это было такое действительно эстонское православие. Но теперь конфигурация тоже несколько меняется, вот буквально тоже в тот же день по совпадению такому, когда Верховная Рада приняла этот закон. В Эстонии эстонская православная церковь отказалась от приставки Московского Патриархата, но сделано это было под очень сильным тоже давлением эстонского государства. Они тоже боятся потерять свою каноничность, и поэтому эта связь с Москвой, она не идейная в большей степени, а именно ответ на вопрос кто мы, откуда, где наша вот эта сакральная легитимность, то есть то, что называется словом каноничность. То есть это требует очень серьезного богословского осмысления всей этой ситуации, богословских ответов, но кто кроме университетских исследователей, теологов про это будет думать на общеправославном уровне, пока не очень понятно. То есть безусловно эта ситуация будет как-то осмысливаться все эти коллизии. Ну вот в Литве сейчас тоже благодаря опять же этой всей истории с войной тоже создан экзархат Константинопольского патриархата, потому что там значительная часть священников ушла, и паства, и плюс там приехали белорусы, и частично украинских беженцев тоже надо окормлять, а они не хотят естественно ходить в Московскую патриархию. Там тоже создали экзархат, ровно потому, что православная юрисдикция оказалась намертво связана с Москвой. Поэтому стали возникать вот эти параллельные юрисдикции. Как бы по политическим причинам, на самом деле это как гораздо глубже. Про Эстонию давай договорим. Если я все правильно помню, если я все правильно понимаю, Алексий в итоге дал автокефалию Эстонской православной церкви Московского патриархата, а Константинопольское влияние тамошней экзархата остается апостольское, да, это называется Эстонская апостольская православная церковь, кажется. Нет, нет, автокефалия не было никакой. Были автономные в составе Русской православной церкви, но, собственно, остаются. В этом, собственно, и проблема, что они были МП. Кроме того, там есть Пюхтицкий монастырь, который вообще напрямую подчиняется, он не входит в Эстонскую православную церковь, он ставропегиальный, так называемый, то есть он подчиняется напрямую Москве, это еще одна коллизия в отношениях, собственно, Эстонской православной церкви с государством эстонским, потому что у них еще монастырь целый, там тоже все очень-очень непросто в Эстонии. Патриарх Алексий никакой специальной независимости им не давал. Она оставалась в составе МП, и, собственно, в этом сейчас проблема. Давай вернемся в Украину, и мне кажется, что нужно или напомнить тем, кто забыл, или объяснить тем, кто не знал, про базовое устройство, что ли, религиозной жизни в Украине, как это регулируется законодательством, и как вообще-то демократично, гражданственно это устроено, когда низовым звеном любой религиозной жизнью является приход, и от прихода организуется более крупный институт. Я без всяких иллюзий мог бы, наверное, предположить, что делалось это вовсе не для развития гражданского общества в стране, ну или не только для этого, а для того, чтобы через приходы можно было, собственно, от Украинской Православной Церкви, тогда Московского Патриархата, отрывать приходы, давать им переходить в Православную Церковь Украины. Не могла бы ты объяснить, как вот это устроено, и как в Украине действует этот механизм более низовой, что ли, организации? Юридически это устроено довольно понятно, что нету единого юрлица Украинской Православной Церкви, то есть ее нельзя запретить юридически. Она состоит из отдельно зарегистрированных юридических лиц. Каждый приход, каждый монастырь, каждый семинар, каждый епархиальный управление, это самая крупная единица, насколько я понимаю, они зарегистрированы как отдельное юрлицо. Соответственно, для того, чтобы запретить, нужно доказать связь этого юрлица, собственно, с Русской Православной Церковью. То есть гипотетически мы можем себе представить, что есть какой-нибудь приход где-нибудь, знаю, в Полтавской области, в деревне, приход УПЦ. Служат они по-украински, батюшку там с ними много лет, ходят они туда все, там детей крестят, покойников отпевают, и вдруг на них, значит, в суд подают вот эту экспертизу государственной службы по этому политике, что у них есть связь с РПЦ, и поэтому их надо ликвидировать. Честно говоря, такую ситуацию все представляют с трудом, и я думаю, что этого делать не будут, даже если ничего, как бы за эти 9 месяцев не будет решено. Я предполагаю, что начнут они, конечно, с крупных структур, то есть с епархиальных управлений, с Киева для начала, и будут устанавливать сначала связь вот епархии, прежде всего тех, которые, в общем, действительно там были пророссийские или дольше были там в каких-то отношениях, там, например, Запорожская. И дальше как? Если у тебя запрещено епархиальное управление в области, то все эти приходы и монастыри остаются без, собственно, управления легитимного. И дальше у них получается два варианта, то есть либо они переходят в ПЦУ, потому что у них должна быть какая-то верхушка, да, иерархия, либо они уходят на нелегальное положение, то есть в катакомбы, так сказать, в полулегальное состояние, потому что никто не может запретить гражданам Украины молиться. Только у нас в России свидетели Егова и прочих притесняют и сажают за то, что они собираются и молятся вместе. А в Украине никто этого делать не будет, разумеется. Ну, в общем, это немыслимо, так не может быть. Она все-таки гораздо более правовое государство и даже сравнивать бессмысленно. Скептик скажет, приходила же СБУ в Лавру-то. СБУ в Лавру, безусловно, приходила, да, потому что достаточно существующего уголовного законодательства для того, чтобы действительно определять, кто коллаборирует или кто, не дай бог, какие-то сведения передает в России и так далее. Просто проблема в том, что они пытаются вычислять эти нарративы, и это уже мысли преступления, то есть это уже цензура. Мы не знаем, что там действительно находят СБУ, они же, это же не публичные. Но то, что, например, при обыске отца Николая Данилевича был предъявлен билет в историческую библиотеку в Москве, читательские там какого-то года, и российские карточки социального страхования тоже там какого-то года. Если это действительно их доказательство связи с Россией, то это, конечно, выглядит, мягко говоря, неубедительно и странно, потому что человек, который получал хоть раз гонорары в России, он заводит эту карточку социального страхования. Совершенно очевидно, что там до 2014 года во всяком случае можно было печататься в российских журналах, например, или там делать какую-то работу. Ничего в этом такого нет, были тесные связи, совершенно другие обстоятельства. То есть, человек работал с архивами, будучи историком. Он, конечно, ходил в историческую библиотеку в Москве опять же в те годы. Проблема только в том, что он не уничтожил эти документы, но он, видимо, чувствовал себя в своей стране в общем более-менее безопасно до определенного момента, поэтому не занимался сжиганием во дворе страшных улик в виде читательского билета в историчку там 2000 какого-то, не помню, 6-го, 8-го года. Но мы не знаем, может быть, это такое поверхностное медийное покрытие всей этой операции, на самом деле, там какие-то другие доказательства, тут трудно судить. Поэтому, как они будут это все доказывать, мы не знаем. Ну, то есть, СБУ приходило не по закону о запрете религиозных организаций, не в рамках решения судебного, потому что этот закон еще не существовал, а совершенно по другой линии, для которых никаких дополнительных законов в общем не надо. арестовывали они епископов и, вероятно, справедливо, потому что действительно были тесные связи с Россией, что уж тут. Они были в Украине у многих, а конкретно священники украинской православной церкви оказываются гораздо более стигматизированы за это, чем в среднем по больнице. Я прервал тебя про демонтаж, что ли, структуры УПЦ. Каким он тебе представляется, каким ты предполагаешь он будет, то есть, начнут с верху и как отреагируют приходы. катакомбность, переход в ПЦУ. Насколько вероятно, что массовым будет переход в ПЦУ? Он и так усиливался на протяжении всей войны. Он не то, что был массовый, но ожидаемо перешли те, кто до войны не помышлял об этом. Вероятно, он будет довольно массовым, потому что людям все-таки надо где-то молиться, и большинство не настолько готово уходить в какие-то катакомбы, превращаться в новых старобрядцев, герметизироваться, маргинализовываться неизбежно. То есть любое противостояние государственному регулированию каких-то общин, оно превращается в такое сопротивление по типу старобрядцев или каких-то ультрапротестантов, если мы возьмем западный мир. И этот сценарий довольно хорошо на протяжении истории изучен. У нас был более лайт вариант РПЦЗ, русско-прослан церковь за рубежом, которая тоже все советские годы была довольно изолирована, потому что ее каноничность не признавал православный мир, кроме сербской церкви. Они жили на таком острове сохранения каких-то старых российских традиций, но в итоге это таки кончилось практически поглощением со стороны Русско-Православной церкви на новом историческом этапе. Но там тоже части общин ушли и раздробились, остались какими-то мелкими такими, но упорными сопротивленцами. В общем, это довольно понятно архетипический сценарий, то есть тут нет ничего. Это как раз вполне ожидаемый такой ход событий, тем более, что митрополит Ануфрий кажется настроен ровно на это. У него с самого начала войны и из его окружения люди говорили, что у него такое апокалиптическое настроение, и он настроен на исповедничество и катакомбы явно. Ровно отчасти поэтому УПЦ проявлял такую нерешительность, потому что он уже мыслит категориями вечности. Насколько это продуктивно и конструктивно, другой вопрос. Но реально до вот такого правоприменения еще год практически, там 9 месяцев, плюс это время на суд производства, на экспертизы. Поэтому за год может произойти все что угодно. Я думаю, что какое-то решение будет найдено за это время. Ты еще говорила там про рост насилия и про то, что Украина более религиозная страна, но все-таки не Италия, даже в нынешнем виде. Наше постсоветское пространство, общество на постсоветском пространстве более секуляризированное. Насколько большой вес УПЦ может иметь в обществе, насколько яркими, сильными, выраженными могут быть столкновения, потому что этот же номер, точнее, эти угрозы, они же один раз прозвучали и не сбылись. То есть, да, вроде было украинским властям боязнь трогать УПЦ, но тронули и ничего. По большому счету ничего не произошло. Не то, чтобы толпы верующих стали громить районные областные администрации или что-нибудь в этом роде. Нет, как раз верующие УПЦ не настроены ничего громить, мне кажется. А вот те, кто будут их выселять, собственно, проблем будет с отъемом храмов, то есть, есть эти прецеденты, к сожалению. То есть, когда людей будут выгонять из храмов, все равно, ну, как бы, это насилие. И неизбежно злоупотребление, тем более, что мне тяжело что-то говорить про Украину по понятным этическим ограничениям, но, конечно, совершенно объяснимо, что есть вот эта ненависть ко всему русскому, она понятна. И если ее можно легально канализировать во что-то, то есть, вот если сказали, вот эти, они за Россию, их можно бить, то, конечно, если этот сигнал прозвучит, то это ружье выстрелят, если не будут приняты какие-то меры. Ну, вот меня очень пугает эта часть закона, которая о том, что вот расторгать договор аренды можно, и, соответственно, сейчас начнутся эти выселения, тем более, что у Порошенко риторика такая очень агрессивная, он записал там видеоролик, как только закон был принят с тем, что вот мы победили, ура, сейчас мы тут. То есть, там очень политизировано это все, то, к тому же, там сложная ситуация, вот, поэтому риск такой есть, он может не оправдаться, безусловно. Меня еще и беспокоит, что это решение на руку российской пропаганде и русской православной церкви, то есть, это просто подарок. Образ жертвы и чуть что этот аргумент гонений, он настолько для них желанен и гармоничен, особенно в международных, на внешнюю политику ориентированных каких-то действиях и участие в международных организациях. Потому что это вызывает живой отклик, это притеснение. И уже сегодня Синод русской православной церкви выпустил заявление, в котором они черным по белому сравнивают вот этот закон с гонениями Диоклетиана, Нерона, с французской революцией, с режимом Энвера Хаджи в Албании, который, значит, уничтожил Албанскую православную церковь в середине 20 века. Я, честно говоря, вот я давно же ничему не удивляюсь, что исходят из недр этой организации, но вот этот абзац с перечислением самых таких страшных страниц именно гонений, он меня поразил, потому что совесть надо иметь хоть немножко. Ну как это можно сравнивать? Первые христиане умирали, гонения римские были ужасны, людей убивали. Там Хаджа тоже понятно, что убивал, сажал в тюрьму. Сейчас про это речь не идет. И они будут эту риторику нести и дальше. Хуже всего, что УПЦ, вместо того, чтобы сказать, ну вот если бы пиарщиком их была я, я бы сказала, вы выйдите и скажите, что мы не имеем никаких связей с РПЦ, этот закон не про нас. Мы связи не имеем. Это вот про какие-то организации. Запрет РПЦ в Украине мы всячески поддерживаем. Мы за запрет РПЦ в Украине, потому что действительно идеологическое продолжение путинского режима. Мы к ним никакого отношения не имеем, поэтому спасибо, будем продолжать жить и молиться. Ну а дальше там уже вести какие-то переговоры по конкретному правоприменению, доказательствам и так далее. Хотя, конечно, понятно, что они сейчас, украинцы будут возражать, что мы уже все пробовали, пытались, и вы просто не знаете, мы уже разговаривали, и государство служит поэт на политике занимает очень жесткую позицию и так далее. Да, окей, это все есть, но тем не менее. Они вместо этого тоже стали говорить, что у нас власть гонит за веру. И получается, что их нарратив действительно совпадает с нарративом РПЦ. И тогда получается, что правы те, кто говорят, что связь есть. Отлично. Можем, наверное, и завершать, и не знаю, согласишься ты или нет с этим утверждением. Закон так себе, и в идеальном мире не должны в такие отношения вступать власть и церковь. Государству, опять же, в идеальном мире дело не должно быть до того, кто как оправляет свой культ. В лучшем случае все это должно ограничиваться налоговыми льготами, лучше всех конфессий выравнять в этом, вплоть до церкви Макаронного монстра. Можно иногда приплачивать за благотворительную активность, за поддержание памятников истории и культуры, религиозные структуры. Часто с этим очень хорошо справляются, и они, безусловно, часть гражданского общества. Никаких запретов точно не хочется видеть, но в этом идеальном мире, к сожалению, также и не должно быть, наверное, войны. А война разные другие нехорошие вещи рождает, в том числе и шпиономанию, мнимые или немнимые вполне реальные преследования врагов. Как-то так, наверное, можно завершить. Согласишься, нет? Да, я с тобой, конечно, согласна, что в идеальном мире этого всего быть не должно, и, по крайней мере, в идеальном мире должно быть четкое разграничение юридических, законотворческих вещей и того, что относится к внутрицерковным регуляциям, в которые не должно влезать государство со своими силовыми методами. Но мы живем не в идеальном мире. Украина находится в ситуации войны, и они, конечно, обеспокоены своей безопасностью, поэтому иногда случаются некоторые перегибы, я бы сказала. Вот я надеюсь, что, во-первых, украинский народ, конечно, с этим всем справится. У них, в конце концов, вообще религиозный плюрализм, там есть еще греко-католики, там есть довольно сильные протестантские конфессии, их много. То есть в Украине в принципе более здоровая религиозная ситуация. То есть отчасти этот хаос возник именно потому, что там более высокая конкурентная среда и плюрализм. Там много конфессий. В общем, они до войны, по крайней мере, все чувствовали себя в безопасности, хотя имели очень непростые отношения друг с другом и с государством. Поэтому я продолжаю верить в украинский народ и в его будущее, и я думаю, что они с этим справятся, хотя, конечно, ситуация сейчас довольно критическая. Будем смотреть. Спасибо большое, Ксения Лученко, автор телеграм-канала «Православие и зомби». Ссылку на этот канал можете найти в описании. В конце эпизода я обычно благодарю тех, кто делает возможные работы Медузы своими пожертвованиями и напоминаю, как все это важно. Все это в силе. Про лайки, подписку и комментарии я тоже напоминаю. И да, давайте сделаем вид, что я снова это сделал, причем цветистый, как никогда прежде, убедительно. Обе галочки в чек-листе стоят и остался лишь последний пункт, без которого тоже никак нельзя обойтись на прощание. Вот эта фраза. Вы слушали «Что случилось», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Медузы и в том числе команда подкаста говорят вам «До встречи». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok